Контрацепция Контрацепция С другой стороны, это безопасность. Оно должно минимально влиять на наше здоровье. Третье, немаловажное, это сохранение ощущений. И также важными аспектами является доступность по цене и доступность для приобретения данного метода контрацепции на территории Российской Федерации. Все методы контрацепции в целом можно разделить на несколько больших групп. Это биологические или естественные методы, барьерные методы, химические, в том числе барьерно-химические, гормональная контрацепция, внутриматочная, в том числе гормональная, внутриматочная и хирургические методы контрацепции. Но прежде чем мы начнем говорить про каждый из них более подробно, мы должны понять, как математически можно оценить эффективность каждого метода контрацепции. Итак, существует индекс, индекс Перля. Он показывает, какое количество женщин, пользуясь только одним единственным определенным методом контрацепции, в течение года забеременели. Соответственно, чем меньше число по индексу, тем эффективнее метод. Предположим, индекс Перля 1,6. Это значит, что в среднем от 1 до 6 женщин в течение года беременеют, если используют только данный конкретный метод контрацепции. Это не значит, что данный метод помогает 94 раза, а на 95-й не поможет. Просто какие-то люди, какие-то пары успешно используют данный метод контрацепции, а кому-то он не очень подходит. И начнем мы говорить с вами с того, что наиболее физиологично, что дано нам природой и в какой-то степени используется каждой женщине по сей день. Это естественные методы. Мы их перечислим. К ним относятся календарный метод, сервикальный метод, симптотермальный метод, пустоволяторный, такой метод, как прерванный половой акт и метод латационной аминореи. Но прежде чем о них говорить, мы с вами немножечко обсудим физиологию женской половой системы. На данном слайде я представила схематичную картинку, которая описывает менструальный цикл. Вверху изменение гормонов во время менструального цикла. Чуть пониже изображено то, как растет фолликул, и из него выходит яйцеклетка во время овуляции, как правило, на 13-14 день. А внизу изменение в слизистой оболочке матки во время менструального цикла. Итак, заканчивается предыдущий менструальный цикл и начинается новый. Начинается он с кровотечения. Причем первый день менструального цикла – это первый день кровотечения. Уже во время менструации в гипофизе вырабатывается фолликулостимулирующий гормон, который обозначен на рисунке голубым цветом. Под его действием в яичниках начинают расти фолликулы с яйцеклетками. И вырабатывают эстрогены. Эстрогенов становится все больше и больше. Они обозначены зеленым цветом на графике. И они потенциируют выработку литонизирующего гормона в гипофизе. Литонизирующий гормон запускает овуляцию. Разрывается фолликул доминантный. И из него выходит яйцеклетка в маточную трубу. Яйцеклетка после выхода может жить примерно 12-48 часов. Сферматозоиды – более коварные существа. Они могут затаиваться в матке и поджидать выход яйцеклетки в течение 3-4 дней. Соответственно, мы можем сказать, что 4 дня до овуляции и 2 дня после овуляции – это опасный период. Именно на этом основан календарный метод. С помощью специальных формул рассчитывается опасный период для женщины. И в этот период либо воздерживаются от сексуальных отношений, либо используют какие-то другие методы контрацепции. У этого метода самый большой индекс перля. То есть самая наименьшая эффективность. Почему? Казалось бы, должно все работать. Почему не работает? Потому что женщина – это не машина. И порой овуляция у нее случается не тогда, когда ее ожидают. Потому что в целом у нормальной здоровой женщины примерно 2-3 цикла в год могут быть смещены. Либо быть слишком короткими, либо быть слишком длинными. И в принципе это нормально, так как есть такие факторы, как стресс, болезнь, переезды, перелеты. А если, соответственно, у женщины есть какие-то гормональные проблемы, использование данного метода затруднено. Но нельзя отказываться от этого метода полностью. Почему? Потому что знание, когда зачатие более вероятное, когда зачатие менее вероятно, нам полезно. Потому что мы можем использовать в таком случае в разные дни менструального цикла разные методы контрацепции. Цервикальный метод. Цервикальный метод уже более индивидуальный метод. Однако он вообще основан на изменении выделения из половых путей женщины. Чем они интенсивнее, тем, соответственно, выше вероятность забеременности. Индекс Перля чуть меньше, чем у календарного метода. Но на самом деле, мое личное мнение, что данный метод достаточно субъективен, сложен в использовании. И я на самом деле уделена, что у него меньше индекс Перля, чем у календарного метода. Температурный метод. Температурный метод уже в разы точнее. Что происходит? Женщина каждое утро измеряет базальную температуру. Базальная температура – это температура в прямой кишке. Строит график, каждый день отмечая свою температуру. И в итоге на графике вырисовывается резкий подъем температуры. Это означает, что произошла овуляция, и дальше идет безопасный период. Минусом данного метода является то, что его достаточно сложно использовать. Потому что женщина должна измерять ректальную температуру каждое утро, не вставая с постели, не делая резких движений, всегда в одно и то же время. Желательно еще ложиться спать в одно и то же время, а еще желательно спать не менее 6 часов. Плюс измерения могут быть искажены в случае, если женщина заболела, в случае активных физических тренировок накануне, или просто хорошо проведенного вечера с бокалом вина. Но несмотря на все эти тягости, тягосты, ой, ну, в общем, неприятности данного метода, индекс перли достаточно небольшой и, в принципе, сравним с индексом перли позерватива в случае реального использования данного метода, включая все правила. Современные технологии не стоят на месте, и появились уже специальные градусники, которые сами передают информацию на смартфон, и приложения специальные, которые строят графики и присылают вам только уже уведомления о возможности или невозможности зачатия. Постоволяторный метод. По сути, он похож на температурный, но достаточно простой в использовании, так как женщина в дни опасного периода делает специальные тесты, которые определяют концентрацию литонизирующего гормона в моче. По сути, это как тест на беременность. Когда тест положительный, значит, произошел выброс литонизирующего гормона, и в скором времени произойдет или уже произошла овуляция. Соответственно, затекают овуляцию, ждут два дня, и далее зеленый свет. Индекс перли у данного метода небольшой, но могут быть ложноположительные результаты тестов. За счет этого могут быть ошибки. Симтотермальный метод. Это метод, который, по сути, объединяет в себе все предыдущее. И он достаточно точен за счет того, что совмещает в себе много разных методов. Однако для молодых людей, ведущих активную половую жизнь, я бы его не рекомендовала. Почему? Потому что, с одной стороны, он не защищает от инфекции, передающихся половым путем, а с другой стороны, все-таки достаточно сложен в использовании, и много к нему вопросов. Ну и, наконец, мы от женской физиологии переходим к нашим дорогим мужчинам. Такой метод, как прерванный половой акт или «дорогая, я успею». Я не буду говорить, что этот метод не является методом контрацепции. Он действительно является им, и многие пары успешно используют данный метод. Но надо сказать, что ловкость – это то качество, которое присуще не всем мужчинам. Плюс некоторым женщинам достаточно сложно использовать данный метод, так как они находятся в состоянии стресса во время полового акта, так как они не контролируют возможность зачатия. С другой стороны, считается, что уже в предеокуляте, то есть в смазке, которая выделяется у мужчин, уже есть некоторое количество сперматозоидов. И чисто в теории даже такое небольшое количество сперматозоидов может обеспечить вам беременность. Индекс перля, соответственно, разный. Почему такой большой разбег у индекса перля? Потому что в разных исследованиях участвовали разные мужчины. И когда все эти исследования аккумулировали, получилось, что в каких-то исследованиях индекс перля небольшой, в каких-то очень большой, поэтому получился такой большой индекс перля. Что, если не успел? Надо сказать, что сперматозоиды – существа очень быстрые, и они проникают в матку уже примерно через 10 секунд после того, как все произошло. Некоторыми женщинами используются спринцевание. Надо сказать, что спринцевание достаточно малоэффективно за счет того, что сперматозоиды быстро проникают в матку после экуляции. Но если вам будет удобнее, если так вам будет спокойнее, в принципе, можно проспринцеваться. Однако спринцовка должна быть абсолютно чистая. Там должна быть абсолютно свежая жидкость, и она должна уже стоять в ванной комнате и ждать вашей критической ситуации. Далее идет метод лактационной аминореи, который является заключительным в естественных методах. Считается, что женщина после родов в течение 6 месяцев не может забеременеть за счет определенных гормональных изменений в ее организме. Да, это действительно так, но многие на это надеются и рождаются иногда в семьях дети один за другим. Дело в том, что этот метод можно использовать только в случае очень пунктуального соблюдения периодичности и количества кормления. В таком случае индекс Перли достаточно небольшой. Возможности химической защиты. Химические методы контрацепции основаны на том, что во влагалище вводятся вещества, которые разрушают спринтозоиды. На данный момент этот метод активно используется, индекс Перли, разный в зависимости от того, насколько женщина правильно использует данные методы контрацепции. Используются два вещества в современном мире. Это ноноксинол-9 и бензалкония хлорид. У данных методов есть большой плюс. Достаточно много форм, есть из чего выбрать. Надо сказать, что химические методы защиты могут быть дополнительными в случае использования презерватива. Например, в случае, если презерватив порвется, химический метод сработает и вас защитит. Также некоторые используют данный метод как дополнительную смазку в случае, если у женщины есть с этим проблемы. Однако надо отметить, что у этого метода есть недостаток. Так, необходимо подождать после введения, например, свечи примерно 5-15 минут, лучше 15, пока свеча растворится, и тогда уже можно приступать к половому акту непосредственно. Однако есть некоторые из форм, которые действуют сразу после введения. Что есть в аптеках? На самом деле это достаточно актуальный вопрос, потому что в аптеках есть не совсем всё. Безонколиохлорид представлен в виде свечей, таблеток и капсул, причём вагинальных, они вставляются во влагалище. Также есть крем и гель отечественного и зарубежного производства. Ноноксинол – это в основном свечи немецких фирм. В случае, если вы захотите более подробно узнать о данных лекарственных средствах, вы можете использовать очень удобный сайт «Государственный реестр лекарственных средств». Контрацептивная губка – это метод, который сочетает в себе барьерную и химическую функцию. Это губка, которая пропитана спермицидными веществами, и она вставляется во влагалище перед половым актом. Закрывает шея куматки, соответственно, у сперматозоидов на пути оказывается такой защитник. Она одноразовая, но ее не нужно менять перед каждым половым актом, как, например, химические методы контрацепции и другие, которые нужно вставлять, например, нужно вставлять новую свечку перед каждым новым половым актом, даже если половые акты идут друг за другом с небольшим промежутком по времени. Контрацептивную губку можно использовать одну на одну ночь. Однако индекс перли не очень маленький. Почему? Потому что у рожавших женщин данный метод дает больше осечек за счет определенных анатомических особенностей после родов. На данный момент в России я не нашла, где можно приобрести контрацептивную губку, но можно заказать на сайте американский вариант или попросить кого-то из знакомых привезти из-за границы французский вариант. Однако я не уверена, что его до сих пор производят. Опять же, эту информацию достаточно сложно найти в интернете. Барьерные методы. Ну, в принципе, тут название говорит само за себя. Однако это не только презерватив. Влагалищная диафрагма. Влагалищная диафрагма – это куполообразные формы образования, которые зацепляются за шейку матки и упираются в лобковое сочленение, в лобковую кость. И стоит такой заслонкой между шейкой матки и, соответственно, чем-то еще. Она многоразовая. Она сделана из латекса. И это большой плюс. Причем, надо сказать, что подобрать правильный размер диафрагмы может только врач-гинеколог. В случае неправильного выбора размера либо контрацептив не подействует, либо может произойти пережатие мочеиспускательного канала. И в таком случае повышается риск развития воспалительных заболеваний в мочевом пузыре и воспалительных заболеваний мочеводящих путей. Соответственно, индекс перли тоже достаточно высокий за счет того, что шейка матки после родов несколько меняется. Цервикальный колпачок. В целом, он похож очень на влагалищную диафрагму. Но он непосредственно одевается на саму шейку матки. И поэтому все-таки несколько более удобен в использовании. Индекс перли тоже достаточно высокий. Есть цервикальные колпачки для рожавших и нерожавших женщин. Представлены они у разных производителей. Ну и опять контрацептивная губка. Почему она здесь? Потому что она также является барьерным методом контрацепции. Общие правила для использования губок, влагалищных диафрагм и колпачков. Вводятся либо непосредственно перед половым актом, но не ранее, чем за 6 часов до него. При этом то, что вы вводите во влагалище, должно быть чистым. И вы должны вводить это все чистыми руками. Как правило, используются совместно вместе с спермицидными веществами. И важным аспектом является то, что все это должно оставаться во влагалище не менее 6 часов после полового акта. Чтобы все спермицидозоиды, которые попали во влагалище, погибли. Но не более 24 часов после полового акта, потому что это может привести к нарушению микрофлоры влагалища. Однако, все эти методы не защищают нас с другой стороны. Не защищают нас от инфекций, передающихся половым путем. И мы немножечко сейчас передохнем от перечисления методов контрацепции и поговорим об инфекциях. Ежедневно более 1 миллиона человек заражается одной из инфекций, передающихся половым путем, по данным ВОЗ. По разным оценкам, примерно 500 миллионов человек имеет вирус генитального герпеса. 290 женщин живут с вирусом папиллома человека. Надо сказать, что инфекции, передающиеся половым путем, зачастую протекают в хронической бессимптомной форме. И поэтому не лечатся вовремя. И в итоге это все приводит к бесплодию. Причем к бесплодию как мужскому, так и женскому. Чем можно заразиться при половом контакте? Но в целом передается более 30 разных микроорганизмов. В частности, это сифилис, гонорея, холомидиоз, трихомониаз, уриоплазмоз и микоплазмоз. Такие вирусные заболевания, как ВИЧ, вирус гепатита B, генитального герпеса и вирус папиллома человека. Надо сказать, что это не все возбудители, которые передаются, но основные. Причем вирусные заболевания на данный момент неизлечимы. Можно лишь уменьшить вероятность передачи данного возбудителя партнеру, либо уменьшить симптомы, которые вызываются данными возбудителями. Холомидиоз. Холомидиоз на данный момент является одним из самых распространенных заболеваний, передающихся половым путем, и заболевает в год примерно 50-100 миллионов человек, а всего заболевших около миллиарда. Лечится достаточно сложно, потому что является внутриклеточным паразитом и часто протекает в бессимптомной форме, особенно у женщин, приводя к бесплодию. Как у женщин, так и у мужчин. Гонорея. Гонорея часто очень передается вместе с холомидиями, причем холомидии как бы подготавливают плацдарм для того, чтобы гонорея уже развела, чтобы уже на фоне заболевания гонореей развился острый воспалительный процесс. Причем, надо сказать, что мужчины болеют наиболее остро, и, как правило, сразу идут лечиться, потому что с этим жить им очень непросто. А женщины все это достаточно спокойно переживают, даже иногда не знают, что у них гонорея. Это может длиться годы и в итоге приводить к бесплодию. При этом они за этот момент, пока они не лечатся, они заражают большое количество мужчин. И вообще считается, что резервуаром в природе является именно женщина для гонореи. Но про сиферис я долго не буду говорить, надо только ответить, что это не только, когда нос отваливается, но и первым признаком является безболезненная язва в области половых органов или во рту. Трихомониаз лечится достаточно легко. Это заболевание, которое вызывается одноклеточным микроорганизмом. Вирус гепатита В. Проблема сложная, потому что если не был вылечен острый гепатит В, он перейдет в хроническую форму, далее это все приводит к ацирозу и к раку печени. Но есть шанс защититься от этой болезни с помощью вакцины-профилактики. Вакцина от гепатита В, это генноинженерная вакцина, она не содержит вирусных частиц и поэтому максимально безопасна. Она содержит только вирусные белки, которые получают не из вируса, а из дрожжей. По данным ВОЗ, уже за последние несколько десятилетий, когда начала использоваться данная вакцина, предотвращено около полутора миллионов смертей от вирусного гепатита В. Генитальный герпес. Это не совсем тот герпес, который на губах, он вызывается другим возбудителем, наиболее опасен для беременных женщин, особенно в случае передачи от беременной женщины к плоду данной инфекции, что может закончиться мертворождением или внутриутробными пороками. Вирус попелома человека. Это онкогенный вирус, вирус, который вызывает рак. Рак шейки матки у женщин и рак простаты у мужчин. Достаточно серьезная проблема, с которой пытаются бороться. И недавно была разработана вакцина. За открытие данной вакцины была даже получена Нобелевская премия. Ну и, конечно же, незащищенный половой акт – это риск заражения ВИЧ-инфекцией. Я не буду долго говорить, так как у нас будет еще доклад на эту тему. Скажу только, что применение презерватива и антиретровирусной терапии буквально снижает на ноль возможность заражения ВИЧ-негативного партнера. Ну и, конечно, говоря о инфекциях, передающихся половым путем, можно сказать, что прежде чем переходить с вашим партнером к небезопасным сексуальным контактам, лучше потребовать в него справку о наличии или отсутствии инфекции, передающихся половым путем. Ну и, конечно, мы переходим к королю вечеринки. Причем, как у мужчины, так и у женщины следует потребовать такую справку. Переходим к презервативу. Презерватив – это самый, наверное, наиболее часто используемый метод контрацепции. Индекс перли у него достаточно небольшой – 2,4. За счет чего могут быть проблемы с этим методом? За счет разрыва презерватива или за счет его сползания? Надо сказать, что, как правило, причиной является неправильное использование, неправильное хранение и неправильное… Ну, не то, что неправильное, а просто марка вам не подходит. Это как с одеждой. Размер М, он стандартный, но у разных производителей размер М, он может быть немножечко разным. Так и у презервативов, конечно, стандартная ширина, но у разных марок она немножко все-таки отличается. И если у вас какая-то проблема с презервативами, есть такой лайфхак – поменять марку. Однако, очень важно покупать презервативы в аптеках или крупных торговых сетях. Почему? Потому что они там правильно хранятся. Правильное хранение презерватива – это уже половина удачи. Кроме того, нельзя использовать презерватив, если он негоден, уже если истек срок годности. Итак, несколько правил, касающихся презерватива. Его нужно хранить в сухом прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Причем в таком месте, где целостность упаковки не подвержена риску. А не полгода таскать один и тот же презерватив в кармане джинс. Хотя бы заменяйте его периодически на другой. Нельзя открывать презервативы зубами или другими острыми предметами. Это может повредить презерватив. Доставая презерватив, по статистике 82% женщин и 74% мужчин забывают проверить упаковку и сам презерватив на наличие явных повреждений. Понятно, конечно, что вы не будете там с лупой все это смотреть, но хотя бы проверить, что он нормальный и можно использоваться, стоит. Причем надевать презерватив на половой член нужно только, когда он достиг максимальной эрекции. Существует очень важный аспект. На конце презерватива должно остаться пространство для спермы. Поэтому, если вы используете презерватив, необходимо сжать конец презерватива, спермоприемник так, чтобы там не осталось воздуха. И уже только потом раскатать его по всей длине. Если презерватив повредился или если он одет не той изнаночной стороной, что тоже иногда бывает у некоторых очень ловких людей, не нужно его снимать и одевать правильной стороной. Такой презерватив нужно выбросить и взять новый. Можно при использовании презерватива пользоваться специальными смазками. Не вазелином, не детским кремом, не чем-то другим, а именно специальными смазками. Почему? Потому что латексные презервативы несовместимы со смазками на маслянистой основе. Они из-за этого портятся, они могут из-за этого разорваться или спасть из-за потери эластичности, которая вызвана контактом с маслом. Также важное правило. Сразу после эякуляции необходимо извлечь половой член из половых путей женщины. Не надо здесь медлить, потому что презерватив может соскользнуть и остаться во влагалище у женщины. Причем, когда вы извлекаете половой член, необходимо прижимать край презерватива к половому члену так, чтобы он не соскользнул во влагалище. И последнее правило. Не используйте один презерватив дважды. На данный момент на рынке существуют латексные и полиуретановые презервативы. Надо сказать, что лучшие полиуретановые презервативы в 2-3 раза тоньше обычных латексных способны проводить тепло. Причем поры у полиуретановых презервативов меньше. И за счет этого считается, что они обеспечивают более надежную защиту от инфекций. Плюс считается, что они реже рвутся. Однако, такие презервативы и дороже, как правило, в 3-4 раза. И вообще, в целом, для студентов проблема стоимости презервативов достаточно актуальна. Однако, на российском рынке существуют очень вдохновляющие презервативы по достаточно демократичным ценам. Такое вот у нас импортозамещение. При правильном и постоянном использовании презервативов именно они являются самым эффективным средством защиты от инфекций, передающихся половым путем. Причем, существуют женские презервативы, которые также эффективны, однако используются не столь широко. У них индекс перля побольше, возможно, за счет того, что их немножечко сложно использовать. Внутриматочные контрацепции. Как правило, вводится в матку конструкция Т-образной формы, которая вызывает асептическое воспаление. В итоге не растет эндометрий. И, соответственно, оплодотворенная яйцеклетка не может прикрепиться к стенке матки. Плюс считается, что медь, которая входит в состав некоторых внутриматочных спиралей, может обладать токсическим действием против сперматозоидов. Соответственно, сперматозоиды, которые попали в матку, погибнут. Надо отметить, что у этого метода достаточно низкий индекс перля. Однако этот метод контрацепции только для рожавших женщин, как правило. Существуют определенные недостатки данного метода. Незначительно увеличивается вероятность развития внематочной беременности в таком случае. Соответственно, истощается эндометрий, что может негативно сказаться на последующей беременности в будущем. И повышается несколько риск развития воспалительных заболеваний малого таза. И в целом восприимчивость женщины к инфекциям, передающимся половым путем. Также надо отметить, что все внутриматочные средства контрацепции имеют, как правило, абортивные действия, которые превалируют над контрацептивным. То есть каждый месяц, если у женщины регулярная половая жизнь, происходит оплодотворение яйцеклетки. Но эта яйцеклетка, эта оплодотворенная зигота не может прикрепиться к стенке матки. Гормональная контрацепция. Ну, в целом, гормональная контрацепция – это тема отдельной реакции, поэтому мы лишь немножечко поверхностно пробежимся по основным аспектам, которые касаются гормональной контрацепции. Гормональные контрацептивы состоят из эстрогенов и гестогенов. Есть контрацептивы, которые состоят только из гестогенов. Достаточно много разных форм, в частности, оральные формы, которые принимаются как таблетки женщины вовнутрь. Это комбинированные оральные контрацептивы и мини-пили, которые содержат только гестогены. И пронтеральные формы. Комбинированные оральные контрацептивы подавляют овуляцию за счет эстрогенового компонента, изменяют цервикальную слизь, так что она становится непроходима для сперматозоидов, и изменяют эндометрии так, что оплодотворенная яйцеклетка не может прикрепиться к стенке матки за счет гестогенового компонента. Соответственно, мини-пили, которые содержат только гестогенный компонент, имеет только два механизма – это изменение эндометрия и сгущение цервикальной слизи. Поэтому если кок мы можем назвать скорее неабортивными методами контрацепции, то мини-пили – это скорее абортивный метод контрацепции. Гормональные контрацептивы имеют очень низкий индекс перли, это большой их плюс. Плюс имеются разные виды гормональных контрацептивов. Кок могут быть монофазными, когда концентрация гормона одинакова в каждой таблетке, и многофазными, когда концентрация гормона изменяется в зависимости от дня приема. Причем в последнее время отдается предпочтение именно многофазным гормональным контрацептивам, причем низкодозированным и с гистогенами третьего поколения. Такие кок являются самыми современными и дают наименьшее количество побочных эффектов. Однако несколько уступают в эффективности. Почему кок иногда не работают? Самой важной причиной, почему кок не работает и почему наступает беременность на фоне приема кок, это пропуск таблетки. По статистике, 70% женщин, которые принимают кок, забывают выпить периодически таблетку. Также нельзя совмещать прием гормональных контрацептивов вместе с другими лекарственными средствами, например, некоторыми антибиотиками и противосудорожными препаратами. Также, если вы выпили таблетку и после этого вас вырвало, таблетка не подействует, так как таблетка не успела всосаться в кровоток. Гормональные пластыри, гормональные импланты, вагинальное кольцо, я про него сейчас, наверное, немножко побольше расскажу. Это кольцо, которое вводится во влагалище, оно не должно мешать половому акту. Происходит постепенный выход из этого кольца гормонов, и эти гормоны всасываются кровотоком во влагалище. Гормональные инъекции также являются пронтеральными методами гормональной контрацепции. Все эти методы немножко более эффективны. Почему? Потому что нет вот этого момента, что женщина может выпить, может не выпить таблетку. Но карбомбинированные райные контрацептивы можно использовать не всем женщинам. В частности, самой большой проблемой гормональных контрацептивов на настоящий момент это то, что они приводят к гиперкугуляции крови. Образуется чрезмерное количество тромбов, и это может привести к инфаркту, инсульту, тромбоэмболии легочной артерии. Я расскажу небольшую историю. У коллеги моей тети, дочка, 19 лет, принимала гормональные контрацептивы. У нее заболела ягодичная мышца. Ну, поднялась температура, вообще девочке плохо, пошли к врачу. Ну, врач так посмотрел, сказал, ну, вы помажете чем-нибудь, может быть пройдет. А девочке становилось все хуже и хуже, она пока лежала дома, да, а потом настал день экзамена, и она пошла в университет так же, так как это же день экзамена, у нее просто болит ягодичная мышца. Девочке стало плохо в метро, и у нее развелась отдышка, она потеряла сознание, ее привезли в больницу, но, к сожалению, спасти девочку не удалось, так как тромб у нее застрял в легочной артерии, и очень часто тромбоэмболия легочной артерии является фатальной для человека. Поэтому, если вы принимаете КОК, это не значит, что вы умрете от КОК, они не настолько опасны, как я сейчас рассказала, просто если какая-то операция планируется, если вы вообще пришли к врачу, если вы попали в больницу экстренно, вам очень важно сказать, что вы принимаете комбинированные оральные контрацептивы, чтобы лечащий врач об этом знал. Ну и особо опасно применение комбинированных оральных контрацептивов, если женщина курит, особенно если она курит много и после 35 лет. И самое главное правило, которое касается гормональной контрацепции. Гормональные контрацептивы может подобрать вам только врач-гинеколог. Нельзя принимать их по совету мамы, подружки, тети или вообще человека, который стоит в аптеке и вам продает гормональные контрацептивы. Нет, это ваше здоровье, это ваша жизнь, и если вы хотите подобрать себе гормональные контрацептивы, вам нужно обратиться к доктору. Хирургическая стерилизация. Она необратима. У мужчин проводится вазоктомия, перерезаются семенные канатики, и сперматозоиды просто не поступают в сперму. При этом эвакуляция и все остальные процессы у мужчины происходят нормально, никаких проблем здесь не будет. У женщины перевязывают маточные трубы или вставляют импланты в маточные трубы. В таком случае потенциируется развитие непроходимости маточных труб, и яйцеклетка и сперматозоид просто не могут встретиться. Для граждан России хирургическая стерилизация возможна только по достижению возраста 35 лет и при обязательном наличии не менее двух детей. Или же при наличии серьезных медицинских показаний. Ну и когда мы так бегло пронеслись по методам контрацепции, стоит вопрос, как же из этого всего многообразия можно выбрать. А я отвечу, что выбирать, по сути, не нужно что-то одно. Почему? Потому что лучшая защита – это использование сразу нескольких методов контрацепции. Например, во время опасного периода можно использовать презерватив и спермицид, на случай, если презерватив порвется. Или, к примеру, после зарегистрированной овуляции можно ограничиться только химическими методами или только барьерными методами, в случае, если ваш партнер так и не принес вам справку о том, что у него нет инфекции, передающейся половым путем. Для молодых людей, которые часто меняют партнеров, разработан двойной голландский метод, который предусматривает использование гормональных контрацептивов и презерватива одновременно. Кто-то скажет, конечно, что это, наверное, чересчур, и зачем так усложнять себе жизнь, но на самом деле перестраховаться здесь не будет лишним, потому что ни один метод не даст вам стопроцентную гарантию. Обычно женщина приходит к врачу через несколько недель после задержки. Эмбрион на пятой неделе развития – это, вопреки расхожему мнению, далеко не комочек клеток, у него уже активно идет рост и развитие, заложены и работают основные системы жизнеобеспечения, в частности, у него бьется сердце. Моя лекция, наверное, нужна для того, чтобы сказать одну самую важную фразу – аборт не является методом контрацепции. И все, о чем мы с вами говорили, все, что мы обсудили, это нужно для того, чтобы в вашей жизни этого не произошло. Потому что аборт откладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь женщины. Самым частым последствием аборта являются воспалительные заболевания малого таза, в частности, эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки. Во время аборта может произойти перфорация матки, часто с перфорацией кишки, что может закончиться кровотечением, сепсисом и летальным исходом или удалением матки. В долговременной перспективе аборт может приводить к самым разнообразным заболеваниям женской половой сферы, в частности, потенцировать развитие онкологических заболеваний. При этом последующая беременность с большой вероятностью может быть внематочной или не наступить вовсе. Я не хочу придерживаться каких-то крайних точек зрения. Мне не импонирует ни движение ProLife, ни движение ProChoice. Я лишь хочу сказать, что мы все были на этом месте. И я хочу попросить вас, чтобы в критической ситуации вы вспомнили о том, что мы, например, сейчас все с вами здесь сидим, все с вами общаемся, но я говорю, вы слушаете, только потому, что когда-то наши родители сказали, да, этот ребенок родится. И в заключение я хочу пожелать вам, чтобы средства контрацепции, которые вы выберете, не давали бы осечек у вас. Спасибо за внимание. Если будут вопросы... Так, так, не слышно. Если у вас есть вопрос, у нас есть чудесный радиомикрофон, который мы можем вам передать для того, чтобы вы, Елизавете, задали вопрос, который у вас возник по ходу лекции. Или если вы хотели бы о чем-то узнать более подробно, да, пожалуйста, конечно. Спасибо. У меня два вопроса. Один совсем короткий, второй чуть подлиннее. А какой индекс перля у случая, если не используют никакие методы контрацепции? Примерно где-то 80, около 80, так как 80-85, вот так скажу. Почему? Потому что примерно где-то 15% женщин являются бесплодными на сегодняшний день. Соответственно, вот эти вот как раз 15, это те, которые не могут забеременеть в течение года. Это бесплодные пары. Спасибо. И подлиннее, что по поводу изменения вероятности передачи ИППП в случае, ну, не вагинального секса, то есть в случае либо гомосексуальных отношений, либо нетрадиционных методов? Ну, смотрите, дело в том, что, ну, в частности, сифилис. Сифилис может развиваться и во рту совершенно спокойно. Генитальный герпес, я не уверена, может ли он приживаться к слизистой полости рта. Дело в том, что, как правило, люди не используют только оральный секс или только, соответственно, обычный, вот так скажем. Дело в том, что все равно будет вот такой вот перекрест, и все равно изо рта попадет туда, потом оттуда сюда, а потом отсюда сюда. И как бы оно все равно в итоге перейдет. Причем, надо сказать, что в случае анального секса большая вероятность заразиться ВИЧ-инфекцией. И, в частности, некоторые виды хламидии могут вызывать именно, они вызывают венерическую лимфогранулему, то есть они вызывают пароктит и воспаление лимфатических узлов в малом тазу. И чаще данное заболевание именно, ну, как бы, регистрируется у гомосексуалистов. Именно потому, что данные микроорганизмы, они именно тропаны к такому вот виду сексуальных контактов, скажем так. Так что везде свои опасности, вот так скажем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ